Уважаемые студенты 3-4 курса в специальности История, мы продолжаем изучение дисциплины Академическое письмо. Сегодня у нас 8 лекция, а тема номер 7. Приемы устного выступления и правила полемики. Цель лекции изучить, усвоить приемы устного выступления, роль личностного фактора в научном общении, необходимость владения техникой аргументирования, а также правила и основные черты научной полемики. В плане нашей сегодняшней лекции два вопроса. Основные приемы устного выступления и правила научной полемики. Начнем с первого. Итак, основные приемы устного выступления. Давайте вспомним устные черты устной речи. В отличие от письменной, она неподготовлена, необратима, линейна. То есть она течет как время в одну сторону. Как говорится, слово «неврабей» вылетит, не поймаешь. Происходит в определенный момент времени, в определенной коммуникативной ситуации. У говорящего нет времени на сознательный отбор языковых средств. Это затормозило бы речь, прервало речевых, что нелегко недопустимо. Устная публичная речь подготовлена заранее, опирается на письменную речь. В то же время, развертываясь в линейном высказывании, она соотносится с созвучащей речью бытового содержания. Устная научная речь еще более отличается в подготовленности. Каким бы импровизационным не казалось выступление оратора, лектора, участника дискуссии, преподавателя, студента, оно должно быть заранее продумано и оформлено в виде плана, тезисов, краткого конспекта или подборки подходящих к теме цитат и иллюстративного материала. Однако вы сразу отличите речь, прочитанную по бумажке, то есть фактически письменно-литературную речь, от устной и публичной научной речи. В этом легко убедиться, переводя любую стенограмму или фонограмму любого устного публичного выступления в адекватный письменный текст. Как и любая публичная речь, устная научная речь выполняет три основных языковые функции. Сообщение – это ее главная функция, а также общение и взаимовоздействие. Высокая информативность устной научной речи не исключает ее задачи служить общению, правда, в более односторонней форме, чем бытовая речь. Основная форма общения в устной научной речи – монолог, но по сути эта речь тоже диалогична и учитывает ответные реакции адресата. То есть понимание или непонимание аудитории, ее согласие или несогласие, подготовленность или неподготовленность, наличие или отсутствие предыдущего опыта и т.д. Функция воздействия в устной научной речи варьируется в зависимости от жанра. Она минимальна в докладе и максимальна в дискуссии. Также она зависит от темы общения и прочих факторов. Современные требования к публичной коммуникации, в том числе и для устной научной речи, обязательное осуществление обратной связи с аудиторией. Как для всякой публичной речи, в научном общении роль личностного фактора очень велика. Академик Петр Капица, исследуя научное достижение Михаила Васильевича Ломоносова, специально останавливался на вопросе, почему достижения российского гениального ученого-экстенденциклопедиста плохо знают в мире. И отвечал так. Во все времена теории открытия распространялись в научных сообществах, на научных собраниях и съездах. А Ломоносов в них не участвовал, следовательно, не реализовывал функцию воздействия на собрание ученых своей личностью. Или харизмой, как сейчас модно говорить. То есть новая идея не сделает состояние массы или научного сообщества одними публикациями в научных журналах. Вот, кстати, на слайде фотография выдающегося советского физика-ядерщика, герой исторического труда Петра Капицы, который вел очень популярную телепередачу на советском телевидении. И вот портрет Михаила Васильевича Ломоносова, выдающегося ученого, очень разнопланового гения и одного из основателей Московского государственного университета, который носит теперь его имя. А возвращаясь к устной научной речи, отметим, что она подразделяется на собственную научную приобщение специалистов, то есть равных с равными, научно-популярную для широкой аудитории, для непрофессионалов, и учебно-научную для школьников или студентов. И мы переходим ко второму вопросу – правила научной полемики. В процессе публичного выступления необходимо владеть техникой аргументирования, которая представляет собой логический процесс, суть которого состоит в том, что в нем обосновывается истинность нашего суждения, тезис доказательства с помощью других суждений, то есть аргументов или доводов. Аргументация достигает цели, когда соблюдается правило доказательства. Тезис доказательства необходимо сформулировать ясно и четко. В ходе доказательства тезис должен оставаться неизменным, то есть должно доказываться одно и то же положение. Как мы видим, существует 12 риторических методов аргументирования. Первый – фундаментальный метод. Второй – метод противоречия. Третий – метод извлечения выводов. Четвертый – метод сравнения. Пятый – метод да, но. Шестой – метод пусков. Седьмой – метод потенцирования. Восьмой – метод бумеранга. Девятый – метод игнорирования. Десятый – метод выведения. Одиннадцатый – метод видимой поддержки. И двенадцатый – метод опроса. Более подробно об этих 12 риторических методах аргументирования можно будет поговорить на семинарском занятии, посвященном правилам научной полемики. Часть этих методов вы рассмотрите, я думаю, более подробно, может быть, попрактикуетесь даже в них. Суть некоторых методов, видна из них название, допустим, метод извлечения выводов, метод сравнения. Часть не очень понятна, как, допустим, метод пусковки или метод потенцирования, или метод бумеранга. Но, тем не менее, на семинаре будет такая плодозапорная почва для обсуждения, разбора и усвоения этих методов аргументирования. Мы же идем дальше. Основные ошибки в построении тезиса. Первая – это потеря тезиса. Вторая – полная подмена тезиса. И третья – частичная подмена тезиса. Первые две ошибки, они буквально разрушительны для доказательности, для весомости того или иного научного доклада. То есть, если в ходе доклада докладчик теряет свой тезис, потрачивает его или подменяет его другим тезисом, то понятно, что доклад провален и очень неважно будет встречен коллегами и специалистами. Даже частичная подмена тезиса очень сильно ослабляет научное выступление. И, безусловно, эти ошибки в построении тезиса недопустимы в любом устном научном выступлении. К аргументам, чтобы они были убедительными, предъявляются следующие требования. Первое. В качестве аргументов могут выступать такие положения, как истинность, которая была доказана или вообще ни у кого не вызывает сомнений. То есть, аргументы должны быть истинными. Давайте приведем один пример. Недавно в одной из такой публицистической и полемичной передачи на телевидении известный российский политолог пытался доказать тот факт, что Запад в 30-е годы не противодействовал Дитлеру, а поддерживал его, так сказать, и так далее. И это он снабдил таким, по его мнению, аргументом, что Берлину в 1936 году было предоставлено право проведения летних Олимпийских игр. Ну и зимние Олимпийские игры 1936 года тоже были проведены в Германии. И вот этот факт им всячески муссировался, хотя на самом деле этот аргумент истинным на самом деле не был. То есть он говорил, что, знаете, вот Запад, несмотря на то, что Германия была нацистской, что фашисты были в власти, тем менее передал право на проведение летней Олимпиады, на самом деле это не так. На самом деле, те, кто знают историю Олимпийского движения и как принимается решение о выборе столицы летних Олимпийских игр, знают, что это принимается решение задолго, за несколько лет до проведения Олимпиады, чтобы город и страна могли подготовиться. В данном случае Международный Олимпийский комитет принял решение о проведении летних Олимпийских игр в Берлине в 1936 году. Это решение было принято в 1931 году, то есть за два года до прихода фашистов к власти. То есть незнание этого факта, не учитывание его факта сразу же разрушает истинность этого аргумента. И все другие аргументы, которые, наверное, имеют под собой основания, мы понимаем, что Запад действительно потакал Гитлеру, достаточно вспомнить Мюнхенский сговор 1938 года. Но в данном случае неубедительность, не истинность одного из тейсов сразу подвергает, ставит под сомнение и остальные аргументы этого ученого. Второе. Аргументы должны быть доказаны, независимо от тезиса, то есть должно соблюдаться правило их автономного обоснования. Третье. Аргументы должны быть непротиворечивыми. И четвертое. Аргументы должны быть достаточны. Рассмотрим вкратце содержание вышеперезидженных требований. Первое. Требование истинности аргументов. Объявляется тем, что они являются фундаментом, на котором строится все доказательства. Аргументы должны быть такими, чтобы они ни у кого не вызывали сомнения в их бесспорности, или они должны быть доказаны ранее. То есть желательно опираться не на теорему, грубо говоря, а на аксиому, на то, что уже не подлежит как бы оспариванию. Второе. Требование автономности аргументов. Означает, что аргументы должны быть доказаны независимо от тезиса, иначе сам аргумент надо будет доказывать. Следовательно, прежде чем доказывать тезис, необходимо проверить аргументы, как в случае с этим политологом, который не проверил один из своих аргументов. Третье положение требования. Непротиворечивость аргументов. Означает, что они не должны противоречить друг другу. Ну это логично, да, конечно. Четвертое. Требование достаточности аргументов определяется тем, что они в своей совокупности должны быть такими, чтобы из них с необходимостью вытекал доказываемый тезис. Нарушение этого требования часто проявляется в том, что в ходе доказательства используются аргументы, логически не связанные с тезисом, и поэтому не доказывающие его истинность. Часто случается, что выступающий с научным докладом приводит многочисленные факты, цитирует солидные документы, ссылается на авторитетное мнение. Создается внешнее впечатление, что его речь достаточно аргументирована, однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что концы с концами не сходятся, исходные положения и аргументы не склеиваются с конечным выводом, тезисом. В научной работе, например, в диссертации, очень часто приходится доказывать не истинность, а ложность суждения или неправильное доказательство других исследователей, то есть делать опровержение их доводов. Опровержение, таким образом, направлено на разрушение доказательства других исследователей путем установления ложности или необоснованности их утверждений. В столкновении разных суждений борьба мнений всегда были и будут присутствовать в жизни деятельности людей. Это непременные условия продвижения действительности в любом общеполезном труде, в том числе и в науке. В процессе научной деятельности возникают различные проблемные ситуации. Для их решения используют полемику, дискуссию, спор, исторические документы, тексты и так далее. Полемика, как важнейший инструмент деятельного мышления и продуктивного творчества, так или иначе затрагивает каждого человека. В литературных источниках слова полемика, которое происходит от греческого полемос война или полемики воинское искусство, полемикос воинственный враждебный, так вот полемика трактуется как спор в печати, на диспуте, на собрании и тому подобное, при обсуждении каких-либо вопросов научных, политических, литературных и тому подобное. К основным чертам научной полемики относятся борьба, конфликт мнений. Она обусловлена непримиримостью и не связана с компромиссом. Ей свойственно дилектическое отрицание. Выяснение какого-либо вопроса посредством утверждения одной из противостоящих позиций. Инструментом для проведения научной полемики, выступающим как коллективный способ выяснения истины, является полемический спор. Он получил применение и теоретическое развитие еще в античности. Один из основоположников ораторского искусства, древний философ Аристотель, так классифицировал разновидности полемического спора диалектика, эристика и софистика. У полемического спора есть много вариантов. Глагол дискутировать или дискуссировать говорит о публичном обсуждении спорного вопроса. Участвовать в диспуте значит обсуждать ту или иную проблему. Глагол полемизировать говорит об участии в полемике, в публичном споре, где главная задача утверждения своего мнения и опровержения мнения противника. Глагол дебатировать связан с участием в дебатах, то есть обсуждении предлагаемой темы с разных позиций или точек зрения. Ну и мы переходим к вопросам для закрепления. Первый из них, чем по-вашему устная речь отличается от письменной? Второй, каковы основные приемы устного выступления? Третий вопрос, как вы понимаете термин научная полемика? Четвертый вопрос, каковы основные правила научной полемики? И пятый, последний вопрос, какими отличительными свойствами характеризуется научная полемика? Подумайте над этими вопросами для закрепления, а мне осталось только продемонстрировать вам список рекомендуемой литературы именно к данной теме. Это учебное пособие для бакалавриата Б. Ахметова и Дусенбиной «Академическое письмо. Язык и стиль академического письма». Работа нескольких авторов «Академическое письмо. Отследование к тексту». Кушинская, Зевахина, Хапина, Градиенко. Учебное пособие «Квицинья. Академическое письмо». И работа ульянского ученого Семушина «Письменная и устная научная коммуникация. Учебное пособие». А также учебное пособие для вузов с Кибицкой и Квитовой под названием «Научные коммуникации». На этом наша лекция завершена. Благодарю вас за внимание.